Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТВ! С вами пастори Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить на тему «Сила Божья». Мы хотим раскрыть очень важность иметь силу Божью в своей жизни и как мы можем ее иметь и для чего. Будьте с нами. Воистину, Божьей силой сотворено все видимое и невидимое. И Библия говорит, что Он сотворил Землю, Вселенную, силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей, разумом Своим распростер небеса. Дорогие друзья, мы признаем сегодня, как верующие люди по-другому и не можем. Сердце наше говорит даже о том, подсказывает нам, что все, что мы видим вокруг, это создано Божьей силою. И апостол Павел, он говорит, что через рассматривание творений Бог видимый. Так что все, уже ответов никаких не может быть или противоречий на самом деле. Да, вопросов как бы. Действительно, нет вопросов, потому что, когда мы смотрим на все Божье творение, мы видим во всем его силу, его могущество. И когда изучают люди, они просто восторгаются. Я читала об одном враче, который был атеистом, и когда он глубоко начал изучать, как функции организма, он был настолько впечатлен от этой гармоничности и от великой мудрости, которая вложена. И он понял, пришел к тому, что есть Бог, который сотворил все. И мы действительно хотим, дорогие друзья, чтобы вы утвердились. Если у вас есть еще малейшее сомнение, посмотрите на все вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на свое устройство, как все гармонично движется, как все красиво и устроено. И если есть какие-то вмешательства, и мы видим зло какое-то, то мы знаем, это как раз-таки там, где не пустили Бога, там, где вытеснили Бога, там приходит разрушение, там приходит ненависть, зло, потому что Бог есть любовь. И все, что он творил, все, о чем он мечтал, все о том, что он замыслил, замысел Божий, да, это его дизайн, замысел, вот во всем действительно отражается его могущество, сила, его любовь, его вот сверхъестественная такая мудрость, которая продумала так все. И сегодня, когда люди открывают, мы знаем, им Нобелевские премии дают, за то, что они открыли то, что на самом деле уже Бог устроил, они просто имели возможность открыть это. И мы знаем, что даже слышал об одном человеке, которому ночью приснился сон, и он потом начал, вот именно как атом движется, он увидел сон, и он потом начал это изучать, и ему потом дали Нобелевскую премию. Но на самом деле, дорогие друзья, это Бог, это Бог, которому надо все премии отдать, всю славу Ему и всю честь Ему, потому что сила у Бога для того, чтобы поддержать нас, вдохновить нас, укрепить нас, направить на путь правды и дать нам все необходимое для того, чтобы мы были послушны Богу, для того, чтобы мы исполнили Его воли, и для того, чтобы мы просто вошли в то предназначение, которое Бог имеет для каждого из нас. – Действительно, даже среди людей нас есть такая поговорка, что без Бога не до порога. И действительно, не хочется никого обижать, но, кстати, в Слове Божьем мы читаем, пастор Галина, что безумец сказал в своем сердце, что нет Бога. Поэтому, дорогие друзья, присмотритесь внимательно и просто прислушайтесь, и Господь говорит, Он недалеко от одной крови Он произвел Бог, весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Для чего? Для того, чтобы мы искали Бога. Не найдем ли Его и не ощутим ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Это так удивительно, дорогие друзья. Поэтому сегодня время поиска Бога. Если кто-то уже нашел Бога и идет за Богом, хорошо. Апостол Павел говорит, я, забывая заднее, простираюсь вперед. Нам есть всегда еще возможность познавать Бога, Божье величие, Его, знаете, могущество и множество Его силы. Поэтому Господь, Он действительно хочет высвободить свою силу, чтобы мы жили не своими, только естественными, может быть, хоть и человек, он и есть сверхъестественное творение Божье. Но часто мы, когда отходим от Бога или забываем Бога, или не знаем Бога, мы как-то приписываем даже то Божье себе. И мы говорим, вот, я все могу, это я сделал, это моя сила. И Господь часто поправку дает, говорит, не говори, что это твоя сила, это твоя мудрость, потому что Бог это все дал. Поэтому воздавай славу Богу, дорогие друзья, и будьте с нами. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И действительно, это благословение, когда мы осознаем свое отношение к Богу, и что мы, имея правильное отношение с Богом, мы имеем доступ к сокровищницам Божьей силы, которое недоступно людям, которые не знают Бога. И мы знаем, что столько сегодня различных предложений от различных людей, которые занимаются экстрасенсорикой, всем, что все, что сверхъестественно, но оно не в Боге, а в какой-то силе безликой, понимаете? И очень важно знать то лицо, знать того Бога, к которому мы обращаемся, и к которому мы имеем доступ. И как мы имеем доступ? Мы имеем к Богу Отцу, Богу Творцу доступ через жертву Иисуса Христа. И через это мы имеем примирение и доступ. И только Его народ, Его дети, Его семья имеют доступ к сокровищнице Отца. И когда мы понимаем это, то мы приходим к Нему, и мы понимаем о том, что Он хочет нас обеспечить всем необходимым. Но когда Он это делает, когда мы исполняем Его волю, когда мы соглашаемся на то, что Он имеет для нас. И не только для нас, а что Он хочет сделать через нас. И иногда люди ожидают, придя к Богу, и ожидают, знаете, сверхъестественно, вот это, можно сказать, проявление даров Святого Духа, но не входя в послушание к Богу, даже вот в простых вещах, которые Бог оставил в заповеди Своей. И Он ожидает, что мы будем послушны, что мы будем соглашаться с Его волей. И если мы не соглашаемся с Его волей, мы не послушны в каких-то сферах, мы не можем ожидать, что Бог будет через нас действовать. И еще один ключ, можно сказать, к благословению, к высвобождению силы Божьей – это смирение. Смирение выражается в послушании. Поймите, что когда человек недостаточно смирен, это опасно дать ему оружие, это точно так, как дать оружие ребенку. Потому что любая сила, даже сила Божия, она переводится как динамит. От слова динамит на греческом. Динамит – это действительно взрывное, можно сказать, вещество. И если ребенку дать взрывное вещество, то вы знаете, что произойдет? Он может навредить. Точно так христианин, который не сумел подчинить себя, не сумел именно покорить полностью себя волей Божией, ему опасно обладать дарами Божьими, потому что он в огневе своем, который он не может еще обладать, он может кого-то проклясть. И та власть, которая Бога ему дана, она будет действовать на разрушение. Понимаете, это очень и очень опасно. И это очень-очень трепетно перед Богом, когда мы неблагоговеем, и мы ожидаем от Бога чего-то такого, знаете, думаем, что вот сейчас он нас наградит. И может быть, даже для своей славы, для того, чтобы, может быть, как-то проявить себя, выразить и выделить из других людей. Мы видим сегодня, люди отдают свою жизнь, знаете, заключают завет с дьяволом, для того, чтобы быть этими, очень популярными. Я по-английски знаю, слово по-русски уже забыла. Популярными, понимаете? The famous по-английски. И вот они готовы на все идти. И мы знаем, что конкретно, что эти люди продают свою душу. Почему? Потому что они хотят вот эту популярность, эту временную, а Бог уже сделал вас популярными. Знаете почему? Потому что написано, что Бог сказал Аврааму, нашему праотцу, который отец веры, Он сказал, что от тебя произойдет народ великий и сильный. И в нем благословятся все народы земли. И вот это величие и сила, она дана, как наследие Божие. Каждому ребенку Божьему. Каждому, кто пришел и согласился быть, жить в семье Божьей. Поэтому вы уже великий и сильный. Вам некому впечатлять. Впечатляйте только Бога. Воистину, Бог предназначил для нас силу. Бог наш. И здесь псалмопевец говорит, утверди Божие то, что ты соделал для нас. Есть предназначение Божьей силы. О чем пастор Галина уже немножко и открыла. На примере Авраама, где Господь сказал, что в тебе, Авраам, благословятся все народы. То есть силой Божией будет принесено благословение на эту землю. Но сегодня очень важно нам проверить себя. Как мы анализируем какие-то события или свою жизнь, или идем к доктору, проверяемся со здоровьем и так дальше. Мы можем сегодня проверить, правильно ли мы познали того Бога, который предназначил нам ту силу. Ведь сегодня Господь и предупреждает, что не произноси имени Бога твоего напрасно, всуе. Сегодня мы люди как-то склонны, знаете, очень, даже не знаю, модно это или не модно, но в любом случае, многие как бы набожные люди. Но когда, бывает, столкнешься ближе, то ты понимаешь, что мы что-то здесь не идет в стыковку, где-то мы как-то расходимся, кажется, как будто мы не одному Богу служим. Поэтому очень важно разобраться, именно какому Богу мы служим. И Библия по этому вопросу дает понятные ответы. Есть Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, который послал Мессию в этот мир, чтобы Он пришел принести нам спасение. И сегодня третья личность Божества, Дух Святой, Он работает своей силою в наших сердцах, чтобы действительно прославить Отца через Иисуса Христа и открыть личность Иисуса Христа как спасительную силу. И действительно Господь сказал, что Иисус Христос, уходя с этой земли, Он сказал, вы получите, примите Божью силу, силу Духа Святого и будете мне свидетелями. То есть сила Духа Божьего, Божья сила, она дается для того, чтобы мы могли нести свидетельство своей жизнью, примерами, делами и не только словами, и словами также именно о том спасении, которое высвободилось на эту землю через Мессию Иисуса Христа. И действительно, вот это свидетельство, свидетельство славы Божьей в нашей жизни, Его заботы, Его любви, Его попечения, Его просто вот, что Он оберегает нас, понимаете? Написано, благоволением, как щитом, венчает праведника. Праведники – это все те, которые вошли в Его семью. И мы имеем титул праведника, что мы оправданы. От слова «оправдание» праведные, в правильном положении перед Богом. И когда вы праведник, вы можете рассчитывать на силу Божию, которая будет сопровождать вас. Будет сопровождать вас для чего? Для того, чтобы исполнить ту миссию, миссию благословения, которую Бог дал нашему працу Аврааму, который с Богом заключил завет. И этот завет, он подразумевал полную отдачу своей жизни, полное посвящение, полный, можно сказать, такой обмен, обмен ресурсами, понимаете? И мы знаем, что мы нуждаемся в том, в сверхъестественном, можно сказать, сопровождении Божьем, водительстве Его, силе Его, мудрости Его. Для чего? Для того, чтобы высвободить это благословение. И поймите, что если мы не высвобождаем это благословение, то мы не можем рассчитывать на силу Божию. И мы должны начинать делать сами эти шаги, шаги веры, шаги любви, шаги послушания, для того, чтобы Бог через нас начал эту работу. И Он будет видеть, что Он сказал, что если ты будешь верен в все, в малом, над многим тебя поставлю. И мы действительно даем человеку, может быть, маленькое такое, инструмент какой-то небольшой, чтобы он себя проявил, и, можно сказать, даже навык к послушанию, навык к труду, к тому, что он должен к этому ремеслу, которому он обучался. И мы знаем, что нам действительно надо научаться, научаться быть успешными в духе, высвобождать силу Божию, и через то, что мы будем более послушны, более, можно сказать, вот, знаете, люди ожидают, что они, может быть, когда какой-то серьезная болезнь, и тогда они к Богу Господе исцели. И я понимаю о том, что, вы знаете, надо научиться высвобождать силу Божию на малые, даже вот мелочи, которые кажутся нам мелочи, с которыми мы согласились уже, и живем, понимаете? И живем, и пьем таблетки, и ходим к врачу постоянно, и расточаем наше имение, как на чем написано, понимаете? И расточаем наши силы, и еще больше написано, о чем? То есть женщина, которая вот, она расточила все свое имение, знаете, она к врачам обращалась, написано, что она пришла в худшее состояние. И некоторые, к сожалению, к большому-большому сожалению, некоторые верующие люди, которые, казалось бы, имеют доступ к сверхъестественной силе исцеления, они пошли к врачу. Ничего, можно пойти к врачу, но это не должно быть ваше первое, понимаете? Все равно, я зато, мое личное мнение, это мое личное, вот, можно сказать, житие с Богом, отношение с Богом, что Бог, Он вылечит вас так, как никакой врач вас не вылечит, понимаете? И вылечит то, что врач не способен вылечить, и Он поставит вас, сделает с вас людьми, которые вы будете успешны во всех делах, понимаете? Вот врач лечит, но они настолько ограничены, и как часто уже, когда приходит состояние человека в худшее, как написано, что она растратила все имение, обращалась к врачам и пришла в худшее состояние, и что? Она пришла, встретила Иисуса. И мы, те, которые знаем Иисуса, мы должны первое, чтобы бежать к Иисусу, и просто молить о Его милости, потому что Он хочет вас благословить, Он хочет исцелить, Он хочет, чтобы мы демонстрировали славу Божию и силу Божию для того, чтобы другие люди спасались. А как же мы можем молиться за других? Вот представьте себе, у вас ситуация, вы свидетельствуете человека, вы освобождаете силы, как бы вот, Евангелие, и вам надо подтвердить Евангелие, Бог хочет, а вы не можете, потому что вы сами больные, понимаете? И это вас ограничивает. Дорогие друзья, мы продолжим эту тему, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день» и сегодня тема «Сила Божья». Настолько необходимо, пастор Галина делилась только сейчас, что мы имеем предназначение, Бог предназначил нам силу, но для чего? Чтобы мы были благословением и чтобы быть благословением, нести эту благую, добрую весть, нам необходима Божья сила. И она приходит от именно отношений, личных отношений с Богом, где Иисус когда-то сказал, что я есть лоза, а вы ветви, если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то вы принесете много плода, и тем прославится Отец ваш Небесный, если вы действительно будете плодоносны. Поэтому мы все видим из этого, чтобы жизнь была благословена вокруг, именно благословена в Боге. Не просто, как мы часто желаем, слышим, лишь бы ты был здоровый, но, дорогие друзья, может быть, мы и физически здоровы, но душа наша, она больная на самом деле, зараженная грехом, еще от прародителей. Поэтому мы нуждаемся в божественном здоровье. И божественное здоровье действительно приходит через Божью силу, когда высвобождается. Потому что апостол Павел говорит, что он даже не стыдится благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему. Оно есть сила к исцелению, к освобождению, к настоящему здоровью, о котором мы желаем друг другу. Поэтому, дорогие друзья, все приходит к тому, что мы видим, что нужно искать Бога. И через поиск Бога мы приобщаемся к этой сверхъестественной силе. И через Божью силу сверхъестественную мы способны выполнить или исполнить свое предназначение, свою миссию благословения на этой земле. Ведь Иисус сказал, что не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного, доколе не обличетесь силою свыше. И когда вы обличетесь, вы тогда будете способны быть внесвидетелями и в Иерусалиме, и в Самарии, и во всей Иудее, и до концов земли. Вот так Господь видит сегодня последователей своих, которые не будут просто сами по себе что-то делать, но будут подключаться к источнику силы Божьей, исполнять его миссию на этой земле. Это будет правильно, плодоносно, эффективно. Да, и мы видим именно это свидетельство о том, что когда Иисус, оставляя, Он конкретно сказал о том, что если, когда вы будете проповедовать Слово Божие, проповедовать Евангелие, то оно будет сопровождаться чудесами и знамениями. Божьей силой. Да, и я понимаю, что как многие люди лишены этого свидетельства, только потому, что я возвращаюсь к тому, что я говорила, только потому, что мы не отвоевали то благословение для себя, и у вас нету дерзновения даже евангелизировать и проповедовать, и нести Евангелие. Почему? Потому что вы думаете, да какой же я свидетель? Или мы свидетельствуем, но оно неполноценное свидетельство, потому что свидетельство включает в себе силу Божию, которая будет сопровождать. И вы знаете, какое самое успешное свидетельство евангелизации? Именно та евангелизация, которая подтверждается чудесами и знамений. Мы видим огромные крюсейды, которые люди делают, мужи Божии, которые подчинили себя Богу, и едут в те страны, которые, ну, языческие, демонические, понимаете, настолько пропитаны шаманством. И, казалось бы, эти люди настолько уже, понимаете, повреждены в уме, потому что там трудно прорваться даже к их разуму, понимаете, к здравому смыслу именно, вот что я хотела. Именно к здравому смыслу просто трудно пробиться, потому что там уже столько именно этой тумана, который враг именно из-за лжеучений и колдовства посеял в разум людей. И мы знаем, что когда люди видят явную силу Божию, это, можно сказать, разрушает все ковы демонов. И люди, когда особенно переживают лично на себе, если они пришли больные, и Бог прикасается, являет великую милость людям, которые еще совершенно не принадлежат семье Божией. И иногда, знаете, это вопрос для людей верующих, думают, почему же Бог исцеляет вот тех неверующих? Вот такие чудеса происходят, а я верующий, и никак, вот я, казалось бы, уже должен, первый, а ты должен знать, что хлеб в холодильнике или вот где-то в шкафу у отца, он для детей. Понимаете, вот и Бог, Иисус сказал, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И все это, получается, те, которые безбожники. Вне завета. Да, люди вне завета. И что получается? Что Бог дает, и она получила. Знаете, почему? Помните, что она настояла, что и псы крохами питаются. И вот фактически те крохи, которые люди получают, это крохи они получают. Потому что хлеб, который Иисус есть, Он есть хлеб жизни. Когда мы будем им питаться, Его жизнью, взаимоотношения с Ним, поймите, что это будет доступно нам. Это будет просто исцелением во всех сферах нашей жизни. Это будет исцеление не только на физическом уровне, на эмоциональном уровне. Ваши эмоции будут исцелены, взаимоотношения в вашей семье будут исцелены. Понимаете? Все мы нуждаемся где-то еще перейти на высший уровень. Еще. Никто из нас не может сказать, что я уже достиг, все, я уже приехал. Понимаете? Вот это даже смирение, что мы открыты к Богу больше, больше мудрости, больше, знаете, вот именно этого, видите, вот люди, когда что-то изобретение, новые изобретения. Поймите, у Бога много очень новых стратегий. Вот правильное слово нашла. Стратегий, которые, если мы будем высвобождать в духовном мире, больше людей будет приходить. Понимаете? Или вы делаете, вот, вскапываете огород лопатой. Или есть такой, знаете, это хорошо. Действительно, если надо. Я помню, что мы вскапывали огород лопатой. Это много труда, много дней. Но мы видим, когда мы здесь приехали, увидели... Даже был отчетник? Да. А потом увидели, что вот этот ротателлар здесь называется. Вот так он гребет. И вот вот такую полоску сразу идет. И так легко, так за ним идешь, и все, не напрягаешься так же. Он скапывает быстрее. Но мы видим, что есть трактор, который как пройдет такую вообще широкую полоску. Вообще человек сидит и даже не идет, а едет. Понимаете? И мы видим, что чем больше прогресса, чем больше вот инновейшнс, это новых изобретений, тем быстрее и мощнее и с меньшей затратой происходит та же работа. И даже в лучшем. Понимаете? То же самое я вас прошу. Просто Бог действительно мне в этом новом году особенно открыл, что мы должны нуждаться, мы должны искать Бога для того, чтобы Он дал нам эти новые разработки, новые стратегии, новые именно планы, новые, как их можно даже правильно назвать. Идеи. Идеи, вот точно. Новые идеи. Как достигать людей? Если это будет в нашем сердце, поверьте, Бог, это в Божьем сердце. Мы соглашаемся с Божьим сердцем, и мы хотим за вас помолиться о том, чтобы вот эти новые идеи, давай сейчас помолимся, а потом будем продолжим, закончим уже, идет к закончанию. Действительно, Господь, те люди, которые открылись, мы обращаемся к Тебе, наш добрый пастырь. Те люди, которые открыли сейчас свое сердце, и они хотят быть больше успешны, они хотят быть более задействованы и действительно принести больше плода, Господь. Мы благословляем их на эти сверх получения Твоей премудрости, сверх силы Твоей, Господи, этих изобретений, этих новых принципов, новых планов, которым Ты, Господь, хочешь высвободить и обогатить Твой народ, Господь, который послушен Тебе, который уже открыл свое сердце для того, чтобы и согласился с Твоим планом, Господи. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы будем эти жнецы, которые соберут много-много-много урожая, Господь, и Ты высвободишь, Господь, Твои сверхъестественные дары, Господь, эти дары Святого Духа, которые обогатят Твою церковь для того, чтобы мы были успешны на всякое доброе дело. Я благословляю сейчас каждого человека, который открыл свое сердце для того, чтобы быть послушным и покорным, мы им благословляем вас, дорогие друзья. Воистину, Павел говорит, что и слово, и проповедь мы не в убедительных словах человеческой мудрости, но явлении силы и духа. Дорогие друзья, мы вас сейчас благословляем вновь именно на принятие Божьей силы, через которую будут приходить чудеса в вашу жизнь. Еще время чудес не закончилось, как некоторые говорят. Бог есть Бог чудес, поэтому Бог ожидайте в этом году, в этом месяце, в этом дне, Божьих сверхъестественных чудес, потому что Бог есть Бог чудес. Поэтому, если вы насмехаетесь над этим, это неправильно, но вы доверьтесь Господу, и Господь совершит чудо в вашей семье за детей, за которых вы молитесь, за ваших близких, за родных, за спасение других людей. Бог есть Бог чудес, поэтому Бог даст силу народу своему и благословит народ свой миром. Да, и я хотела бы сказать, что вот посмотрите, сколько Иисус, вот какой его метод евангелизации был, именно проводить чудеса и знамения. Постоянно Он сопровождал, постоянно Он говорил и молился за людей, и учил их, и снова молился, и мы видим, что Бог хочет являть свою силу, могущество через вас, дорогие друзья. И если Иисус, живя на земле, здесь демонстрировал свою силу, и Он сказал, уходя, что вы примете силу, и будете еще, вы больше всего сотворите, но если мы еще не сотворили того, что Иисус, еще вы не воскресили мертвый сов, никого из мертвых, поверьте мне, что у нас есть еще над чем трудиться, есть еще что ожидать от Бога, есть еще то, что действительно вот, о чем ревновать о Боге. И, дорогие друзья, мы действительно благодарим, что вы были с нами, что вы открыли свое сердце для того, чтобы послушать это слово, которое вдохновит вас на подвиг веры, которое приготовит вас, можно сказать, на большее послушание, на большее то высвобождение славы, силы Божией. И мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами, что вы сегодня действительно приготовили свое сердце, открыли свою жизнь для того, чтобы Бог благословил вас силою свыше. Благословляем вас и посылаем вам шалом! Субтитры подогнал «Симон»